Начинаю из темноты, чтобы вы понимали, студия сейчас у меня абсолютно, тотально, полностью подготовлена для работы со световыми приборами. Да, я могу использовать здесь солнечный свет, благо это позволяет этому обстоятельство, но что делать, если нам нужен ровный свет на протяжении всего светового дня, а вам нужно будет использовать световые приборы. Вы знаете, я не хотел тянуть кота за резину, я хочу перейти непосредственно уже вот прям к этим источникам света, я хочу вам сразу показать, как они работают, сорян, два раза долбанул кнопку включения, чтобы примерно понимали, что сейчас происходит, за мной висит вот этот вот световой прибор TL60, на самом деле, пускай название 60 вас не пугает, на самом деле это 80-ваттный прибор, он в пике потребляет 80 ватт на самой большой яркости. Что сейчас происходит, этот источник света работает на 3% яркости, то есть я настроил его таким образом, что этот свет дает на меня такую очаровательную контру, так называемый контр-ажур, ну вы поняли, да? Изначально мы всегда настраиваем контровой свет, всегда. И я хочу, чтобы вы понимали, этот прибор работает от блока питания точно такого же, которым ты заряжаешь свой ноутбук или айфон или планшет, то есть там маленький 60-ваттный блок питания, способный в импульсе выдавать там, по-моему, что-то 120 ватт. Плюс вы еще получаете на халяву халявную хорошую USB Type-C зарядочку, которая, собственно говоря, и питает этот прибор по проводу 3,5 метра длиной. Также существует приложуха для всего этого движения. Приложение называется Coldboard Studio, оно есть и для айфона, и для андроида. В данный момент времени, естественно, как вы уже поняли, я использую это приложение, потому что я уже зарядил туда эти светильники, и сейчас сижу вам тут показываю, торгую лицом, какой я красивый, друзья мои. Ну вот теперь вы видите полностью настроенную отлаженную студию, я сейчас не зуммирую картинку, не кропу, я хочу, чтобы вы понимали, как что здесь настроено. Пользуюсь я сейчас в данный момент исключительно стрипбоксами. Это стрипбокс, почему стрипбокс? Стрип это типа полоска, бокс это ящик. Такие приборы люди обычно используют в портретной съемке, когда снимают ростовые портреты, вы не поверите. Существуют стрипбоксы, там допустим 50 на метр 30, на метр 40, то есть практически в человеческий рост, но в моей студии я использую два вот таких вот прибора, потому что студия моя не обладает какими-то фантастическими размерами, чтобы использовать всенаправленный свет. У меня здесь очень большая диффузия по светам, переотражениям, потому что комната в принципе маленькая, и поэтому я использую вот такие небольшие приборы с сильно направленным, вот прям направленным направленным светом. То лишь разница, что на этот источник я не стал надевать соты, по причине того, что я хочу вам показать его истинную яркость. Вы знаете, я могу тут это все дело регулировать, как бы, да, я могу сделать там сколько мне нужно. Я могу сделать его немножко не таким интенсивным. И цветовая температура сейчас, с которой этот прибор работает, ну давайте так, 4200 кельвинов. То есть я могу полезть в камере у себя, поставить 4200 кельвинов, и мы примерно с вами будем доверять производителю на счет кельвинов. Как вы уже поняли, в приложуху я добавил оба светильника, обеими светильниками я могу управлять, то есть я могу зайти в этот светильник, да, включать его, выключать, допустим, контру. Если она мне не нужна, посмотрите, насколько невыразительная картинка без контрового света, да. То есть нет, мы все-таки добавляем контру, потому что она и придает сцене вот это вот самое изящество. Естественно, столы лучше в таких случаях использовать с низкой диффузной способностью. В данном случае у меня вот эта кожа, она очень серьезно отражает это. Но я же блогер, я сижу за столом, да, я могу сделать вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот так. И сейчас камера работает на 70 миллиметрах, и я могу записывать свои вот эти вот бложики. Привет, друзья, это Даран. Как вы уже поняли из названия, речь у нас сегодня пойдет про то, как монстры покидают нашу жизнь. Да-да, вы не ошиблись, мы уже говорили с вами о том, как монстры стабилизации покидают наши рюкзаки. А вот сегодня мы поговорим с вами о том, как монстры освещения покидают наши чувалы, полные всякого стаффа. Я хочу просто, чтобы вы понимали, то, что сейчас светит на меня, вот такого вот размера, оно размером примерно с 24,70, если вы понимаете, о чем я говорю. Блок питания у него не превышает размер блока питания MacBook Pro. Он очень мощный, как я уже говорил. Вы на халяву получаете еще практически 100-ваттный Type-C блок питания, Power Delivery, там все вот эти вот дела. И при этом, что это значит, друзья мои? Это значит, что вам не придется больше таскать вот такие вот монструозные вещи. Но пытливый зритель скажет, Таран, смотри, мне нужна мощность. Что делать без мощности? Ты вот нам тут втюхиваешь, все это прекрасно. А как я освещу танцевальную площадку? Братан, если ты снимаешь танцевальные площадки, значит, ты уже давно этим занимаешься. И ты знаешь, что нужно чопать в ренту и брать там потрясающие, не побоюсь этого слова, светильники каких-то именитых производителей, которые позволят тебе засветить там, допустим, 5, 6, 7, 10 танцующих человек. Да, вот примерно вот одним включением. Да, это все классно и обойдется тебе это там в 10 тысяч рублей за на сутки съемок. Это потрясающе все. Но ты этого не делаешь, братиш, потому что это сложно, это дорого, это долго, нужно кататься по рентам, нужно то, нужно сё, этого никто не делает. Второй вариант, это, конечно же, зрители, которые смотрят различных западных блогеров, которые любят на закрытых до 40 значений диафрагмах снимать вот этой лоево проб, потрясающие какие-то кадры, как там объектив пролетает сквозь книжку, сквозь колечки, залетает в попку твоей, ой, нет, ну, короче, вот он, вот этот объектив, он много наломал дров, очень многие люди повелись на это, ваш покорный слуга в их числе, и все, кто его покупал, все хотели снимать такие же кадры, они потом понимали, что этот объектив работает только на диафрагме 40, для этого нужно свет, и я тоже купил два прибора по 300 ватт, и вот это вот всё, и по итогу они работали на 100% мощности, я ещё добавлял туда и соду 50 тысяч, в общем, всё это бред, я сделал две коммерческие съёмки, продал всю эту херню нафиг, и я понял, что свет-то мне в основном, именно мне нужен для того, чтобы вы видели мою красивую моську где-то там на стримах и в каких-то видосах, да и своих вот этих вот людей, которых я периодически записываю, мастер-классы, какие-то выступления, стендапы, для этого хватало 10% мощности вот этого прибора, вы не представляете, комплект, например, вот этой штуки, он просто потрясающий в плане своей габаритности, там балласты, блоки питания, вот такие вот провода, да, это всё нацелено на долгосрочную, плодотворную работу, что это, блин, ну это всё не то, я приезжаю, мне нужно за 5 минут записать депутата, как он обращается там к своим потенциальным избирателям, и при этом я понимаю, что вот эта штука работает на 10% мощности, эта штука работает максимум на 20% мощности, я такой думаю, боже, вот здесь я переплатил 70 тысяч, потому что из этих 70 тысяч я пользуюсь 10, ну давайте так, окей, 60, а здесь я переплатил, наверное, на вообще всё, потому что 100 ватт это вообще не то, не сё, при этом вы должны понимать, что ватность, которая написана на этих приборах, это не испускаемого света мощность, вы должны это понимать, это мощность, которую этот прибор потребляет, понимаешь, и исходя из этого, мы с вами делаем заключение, что, о, ну да, если этот прибор потребляет 300 ватт или 200 ватт, значит, то он и светит на 300 и на 200 ватт, а на сколько же это, как можно перевести ватты, допустим, в люксы, да никак, у каждого производителя это свои характеристики, и они не всегда коррелируют с мощностью потребляемой, то есть этот прибор может жрать 200 ватт, но при этом он тебе будет количество люксов выдавать точно такой же, как вот этот малышок, который в данный момент потребляет что-то около 40, потому что это новые блоки питания, они умные, они знают, сколько нужно давать, при какой мощности горения этого светодиода, ты понимаешь, в чём весь прикол? То есть светить и вот этот 100 ваттный, и вот тот 80 ваттный при этом могут одинаково, но при этом этот прибор тебе надо тащить в специальной сумке, под него нужна толстая стойка, нужно то, нужно сё, дополнительный геморрой, дополнительно ходить туда, если у тебя съёмки где-то на высоте, всё это тащить, ну благо у меня есть тележка, я всё это гружу на тележку, но всё равно это выглядит глупо, это выглядит крайне глупо, я тащу на себе там 140 тысяч рублей для того, чтобы делать съёмку на сколько? На 10 максимум, то есть я никогда не понимал этих вещей, да, я понимал, что можно покупать какие-то небольшие приборы, маленькие, да, вот, ну и то этот прибор нельзя назвать маленьким, он такой себе вполне монструозный, здоровый, и я понимал, что он будет меньше хавать, здесь меньше всяких проводов, меньше всякой фигни, но всё равно это всё было не то, почему? Потому что это всё равно лишний габарит, это лишний груз, да, сейчас пытливый пользователь скажет, что, блин, таран, чё ты тут втюхиваешь, вот маленькие светодиодные панельки, вот есть световые мечи, это всё освещает точно так, да не так же оно не освещает ничего так, ни световые мечи, ни светодиодные панели тебе не заменят никогда даже самого захудалого стрипбокса, там, я не знаю, 30 на 90 сантиметров, ни один из них, потому что это физика, так работают законы физики, понимаете, этот цвет всё равно будет мягче, этот цвет всё равно будет лучше, этот цвет всё равно будет интересней, чем любой, даже из самой навороченной светодиодной панели, братюнь, это, мать его, физика, и когда у тебя эта физика помещается ещё и в рюкзак, за место там пары объективов, то есть ты несёшь с собой не вот это монструозно, безусловно, это потрясающий свет, он офигенный, всё это рабочий инструмент, он кондовый, качественно сделан, качество годокс, всё, да, круто, но если мне нужно записать одного депутата, если мне нужно записать невесту, как она одевается в тёмном помещении, я хочу создать какой-то интересный свет, вот записать момент сбора, она берёт колечко, всё, но я не хочу тащить вот эти вот динозавры, потому что я знаю, этот будет работать на 20%, этот будет работать, дай бог, на 5% мощности. Что делать? Брать опять-таки световой меч не хочу, жёсткий свет, неудобно, можно сломать, я один световой меч забыл на свадьбе, никто мне его не вернул, брать с собой светодиодные панели, да я вас умоляю, всё это херня на пустом масле, практически все места, где мы с вами снимаем, практически все оснащены розетками. Да, у этих приборов есть основной косяк, они не работают от пауэрбанков, они не работают от элементов питания, мы с вами привыкли, там допустим на том же годоксе 60-й серии, что подключил МПшечки, всё, включил, зарядил фонарик и побежал, оно всё работает. Круто, да, базара нет, прикольно, но на какой мощности они работают, какой в них смысл вообще, как долго они работают, да, вот этот весь геморрой, МП батарейки, это всё дорого, и как часто ты снимаешь на каких-то заброшках, каких-то развалинах, как часто ты вообще снимаешь какие-то интервью, какие-то синхроны, стендапы, в местах, где нет электричества, как часто. Не надо говорить там выкупы, свадьбы, места, где ты не используешь свет, не надо. Вот я говорю сейчас исключительно об интерьерной съёмке, я имею в виду не съёмки интерьеров, а съёмки вот внутри каких-то помещений. Здесь этого блока питания с 3,5-метровым проводом хватает просто за глаза. Единственное, чем тебе надо озадачиться, естественно, да, это, конечно же, покупкой, наверное, удлинителя, потому что существуют моменты, я лично столкнулся с таким моментом, розетки находятся очень далеко, то есть, да, меня спасает, у меня есть катушка из Leroy Merlin на 30 или на 40 метров, вот я её разматываю, включаю в неё два прибора и всё, на изи, всё работает на изи. Плюс преимущество этих приборов, да, это полноценный бонус, как я и сказал, вы можете сюда надеть любой стрипбокс, они объединяются в некий такой кластер, их можно скрепить между собой, это очень важный такой момент. И, конечно же, самое главное, это габаритность, то есть, в мой рюкзак, в два пустых отдела я кладу два источника света, просто, чтобы вы понимали, два полноценных студийных источника света, это очень важный момент. Два источника света и две зарядки я кидаю в маленькую отдельную сумочку, я ношу вот что-то типа этого, где у меня находятся все провода, все батарейки, всё, что связано с энергетикой, это у меня всегда в отдельном месте. 2600 люксов мощности спускаемого света, погуглите люксы, да, что это вообще такое, в принципе, чтобы вы понимали, для освещения 20 квадратов требуется около 600 люксов. Вот, 2600 люксов, 97 плюс CRI, здесь, к сожалению, я не нашел нигде значение TLCI, но, как бы, тем не менее, вот, после своего фантастического вот этого 300-ваттного прибора, конечно же, разница есть, да, но я не скажу, что она существенная, и вот эта разница не стоит, там, вот этой разницы в цене, там, в 60-70 тысяч рублей. Блин, чуваки, поверьте мне, есть вариант сэкономить, лучше сэкономьте, потому что, еще раз напоминаю, вы основное время, всё основное время будете работать вот примерно-примерно вот с такой мощностью. Даже сейчас этот светильник у меня заряжен и работает на 50%. 60 ватт работает на 50% мощности. Светильник вот такого размера, друзья мои. Ну и по классике, это, конечно же, куча различных эффектов, то есть у нас, допустим, поломанная лампа. Мы можем управлять интенсивностью вот этого всего дела. Молния, вы все прекрасно знаете эти эффекты, да, вы можете выставить источник света где-то за окном. И самое главное, я просто хочу, чтобы вы понимали, если в твоем светильнике нет имитации огня, то грош цена этому светильнику нет, ну, на полном серьезе. То есть имитация огня, которая коррелирует с цветовой температурой 2700 кельвинов, это не RGB светильник. Я надеюсь, они выпустят RGB-версию этого светильника. Это будет классно, дает вам потрясающие результаты именно в творчестве. Ну, ты понял, да? Ты можешь снимать огонь без огня, ты можешь снимать там пламя свечи и прочие какие-то вещи. Ну, вот, допустим, у нас вспышка. Вспышка, дурацкий эффект, не знаю, зачем он нужен. Впервые у меня появилась возможность действительно каких-то компактных, негабаритных приборов, блин, для использования там в какой-то своей постоянной деятельности. Вот такой размер, блок питания, 3,5 метра шнур, потрясающая приложуха, которая умеет все, объединяет их все в сеть. Ну, и самое главное, вот у меня студия 15 квадратных метров, да, в подготовленном месте по свету я могу, ну, буквально творить с этим всем чудеса. Да, сейчас этот прибор работает на 50% мощности. Я думаю, если поставить сюда, допустим, 90-сантиметровый софтбокс, можно использовать соты, ну да, будет он у тебя работать там на 70% мощности, да, допускай даже на 100%. Он обладает смарт-вентилятором, его практически не слышно. Сейчас я сижу, я в студии слышу работу жесткого диска. Вот у меня внешний жесткий диск с вентилятором. Я слышу его работу сильнее, чем я слышу работу вот этих вот световых приборов, друзья. Как-то так, с вами был Таран, ставьте лайки, подписывайтесь. Колбор ТЛ60, не знаю, где он продается, покупайте, где хотите. Коля торгует колбором, поэтому спрашивайте эти приборы у него. Средняя стоимость плюс-минус 10 тысяч рублей стоит одна лампа, поэтому пока, до встречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»